Всем привет, друзья! С вами Ирина. Сегодня покажу вам свою новую орхидейку. Купила я ее по оценочке за 4 евро в обычном продуктовом магазине в Март Кауфе. Вот сегодня мы сменили локацию. Стоит она у меня пока вот так на комодике. Это Сан-Франциско. Вот такой у нее большой цветочек. Такие усы. На нижних лепесточках есть точечки. Орхидейка практически однотонного цвета. Видно, что цветочки уже стареют, но это ведь уценочка была. Вот такие вот они симпатичные. Очень интересная орхидейка. Я в магазине, наверное, полчаса стояла, выбирала между этой и Байбилон. Они практически одинаковые, только у Байбилон вот здесь из серединки такое беленькое идет. Белый окрас у нее больше, а у этой практически однотонный окрас. Байбилон немножко уходит в более розовый цвет, а это в более фиолетовый. Такая сиреневая-сиреневая. На горшочке есть это название. Вот Сан-Франциско. Корешки в более-менее нормальном состоянии. Есть, конечно, вопросы к орешкам, но скоро мы ее будем пересаживать и все посмотрим. Здесь в орхидейке, знаете что? Так, во-первых, она была, вот, закреплены цветоносы, чтобы они так держались вместе. Я их раскрепила, так красивее смотрится. Здесь в грунте есть песок. Вот это вот все, это песочек. И, видимо, при транспортировке я вот натрусила песок сюда. Я практически ничего не трогала. Вот видите, даже старые цветочки не убирала. Так и оставила, чтобы все вам показать, в каком виде я ее приобрела. Вот, то есть это какая-то новая посадка, кора с песком. Вот тут везде видно этот песочек по всему горшку. Не знаю, зачем производители стали добавлять туда песок. Как по мне, это выглядит как бы непритягательно для покупателей. Такое ощущение, что там какой-то грибок. Но если вот не знать и не разобраться, что это такой песочек, такое ощущение, что корешки сверху чем-то болеют. В общем, не знаю, зачем они это делают. Но факт остается фактом. Знаете, в магазине, когда я выбирала эту орхидейку, ну, вроде как орхидейка и орхидейка, да? Я выбрала, можно сказать, из-за того, что она была по оценкам. Меня вот оценки больше всего привлекают, чем какие-то там особые сорта или что-то такое. Нет, ну, если это, конечно, прям такой сорт, который мне очень-очень нравится, я куплю. Но в основном, почему-то, привлекают больше оценки. Потому что по оценке отхватить что-то интересное, как-то намного приятнее, чем по полной цене. И знаете, в магазине это была, ну, орхидея и орхидея. Там много таких продают, да, одноцветных. Вот беленькая у меня цветет. Но, когда я принесла ее домой, поставила на комод, я постоянно прохожу мимо и замечаю ее. То есть она прям бросается в глаза. Такой насыщенный, яркий оттенок у нее. Мне она очень понравилась. И я очень рада, что ее купила. Поэтому скоро мы будем ее пересаживать. Не пропускайте новые видео. Подписывайтесь на мой канал. Будем смотреть, что у нее там с корешками. Посмотрим, что там внутри. И пересадим в полистирол, как обычно. Раз уж мы в этой комнате, покажу вам заодно Маурицу. Вот у нее повторная волна домашнего цветения. Красивые цветочки распустила. И вот этот вот странный монстрик мини-орхидейка. Пилорик, которую я скоро покажу на обзоре. Вот так это выглядит. Причем она была тоже куплена в обычном продуктовом магазине. Вот видите, у меня здесь везде летают и ползают мошки. Эти грибные комарики. Они в Германии продаются сразу с грунтом. Вот там на балкончике лежит грунт для выращивания овощей. Помидоры в цвету. Так вот, в этом грунте у него изначально идут эти грибные комарики. Просто сажаешь что-то и все. Они сразу же лезут, летят во все стороны. Так что я орхидейки обязательно пересаживаю в неорганический субстрат. Вот, в полистирол. И в этом субстрате эти грибные комарики просто не живут. А в остальных горшках у меня везде как бы я их не выводила. И чем просто нет смысла. Потому что только вот пересаживаешь в какое-то растение. И снова начинается эта волна комариков. Да, хризантема распускается, кстати. Скоро распустится. Это остатки осеннего цветения. Вот она решила дорастить бутончики. Вот видите, ползает. Красавчик. Везде они. Я просто на них забила. Иногда включаю фумигатор, когда они совсем уже надоедают. Когда их слишком много. Но популяцию как бы фумигатором сильно не отрегулируешь. Это нужно просто каждый день включать. И то вот сейчас пойдет волна рассады. Пересадил что-то. Посадил какую-то рассаду. И все. Тут же полезли снова грибные комарики. Но как бы как-то пропаривать, прокаливать. Вот это вот 40 литров грунта. Я не вижу никакого смысла. Потому что придет лето. И все равно все начнет лететь в окна. Эти комарики все равно найдут дорогу к земле. Так что буду пересаживать орхидейку в неорганический субстрат. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok